Когда, собственно, сеять горох? То есть можно ли в Ростовской области сеять, допустим, февральские окна? Я знаю, что сеет горох в снег в Сибири. Вот расскажите, насколько это эффективно? Вопрос понятен. Сеять февральские окна – это явление достаточно частое в Ростовской области. Мы тоже практикуем этот прием, но здесь имеются несколько «но». Дело в том, что при посеве февральские окна и набухании гороха при возврате морозов, не заморозков, а морозов, такое тоже бывает, то есть устойчивое понижение температуры до минус 10, скажем, градусов в течение нескольких дней может в значительной степени страдать полевая всхожесть гороха. То есть это определенный риск. Если вы посеяли февральские окна, потом будут просто заморозки, здесь можно выиграть, но можно и проиграть. И вообще смысл сева февральские окна, он не в том, чтобы посеять как можно раньше, потому что горох зайдет все равно в установленное для него время. То есть выигрыша между посевом, скажем, первая декада марта и третья декада февраля не будет. Но в наших условиях зачастую складываются такие условия, когда в марте невозможно посеять, ну по причине, скажем, постоянных осадков, пониженных температур. То есть вот февральские окна были, возможность была посеять. Потом пришел март, выпал снег, он долго не тает, почва не созревает и сев может уйти в апрель. Вот тогда для гороха это плохо. Между разницей сева гороха в конце третьей декады марта, первой декаде апреля и посевем в февральские окна или в нормальной посеве в первой декаде марта будет значительная разница в урожайности. Спасибо. И опыт вот с зимующим горохом, вы тоже, как сказать, отрицательно относитесь к такому? Нет, дело не в том, что я отрицательно отношусь. Дело в том, что мы находимся в такой зоне. Мысль здравая, смысл в этом есть, потому что горох, посеянный получается, зимующий горох, он будет перед яровым горохом и быть все равно преимущественно. Ну, грубо говоря, как озимая пшеница перед яровой, то есть у него будет определенный забег в развитии, он сможет более продуктивно использовать и влагу, и температуры весенние, но у него есть минус серьезный, это ограничение по перезимовке, то есть по его устойчивости к морозам. По некоторым данным это минус 10, по некоторым вот новым данным минус 12, но если говорить, и сравнивать с культурами, то у него зимостойкость ниже, чем у озимого ячменя, которая в нашей зоне сеется того немного. Ну, соответственно, риск вымерзания у гороха еще больше, чем у озимого ячменя, поэтому как бы рисковать. Рисковать можно, в отдельной зиме он будет перезимовывать, некоторые, я знаю, у нас и занимались, даже у нас в районе, но это небольшие площади и так будем говорить для разнообразия, так скажем. Рассматривать его всерьез, я думаю, что неблагоразумно. У нас, в нашей зоне. Для Краснодара, края, может, южных, более с мягкими зимами, с устойчивыми температурами зимы, прогнозируемыми условиями, ну почему бы и нет. Понятно. Ну, Краснодарский край не очень любит съесть горох и другие культуры. Понятно, это объяснимо. Хотя у них можно получать очень высокий урожай гороха, рентабельное. Да-да-да, цифры показывают очень высокий урожай. Подскажите, вот когда, собственно, вот из видео вы говорите, что надо сеять горох так, чтобы за три-четыре дня была уборка. Это понятно, да, но вот по поводу норм высева, то есть сколько вы сеете по норме, да, и были ли эксперименты со снижением нормы, например, для, там, допустим, экономии, или наоборот, когда вы превышали норму и получили хороший урожай. Про норму высева расскажите, пожалуйста, подробнее. Что касается нормы высева, то этот вопрос, он изучен досконально и научными учреждениями, и как бы наш производственный опыт эти выводы подтверждает. Здесь ситуация обстоит следующим образом. Снижение нормы гороха, оно возможно, в принципе, вот если так обобщить, от густота стояния растений уже от 0,7 миллиона до 1,2 миллиона растений на гектаре, ну или получать 70 и 120 на квадратный метр, разницы в урожайности не будет. Но опять-таки, как и любого вопроса, здесь есть свои но. То есть горох очень строгая культура травмируемости. Травмируется при загрузке, при засыпке семян и при посеве. Можно иметь семена схожие, но при этом получить изреженные сходы. Это одно. И второе, горох, как культура, особенно усатые сорта, он слабо конкурирует с сорняками. Поэтому мы предпочитаем верхнюю часть границы рекомендуемые нормы. В общем, если обобщить, то горох имеет 1,2 миллиона, ну, неблагоразумно, так скажем. То есть выигрыша большого не получите, но можно получить проблемы. Ясно. Спасибо. А вот вы коскнулись тем сортов различных. Скажите, вот в 2022 году не поменялись ваши предпочтения по сортам? То есть также с ранее, да? Я сейчас расскажу. Здесь какая ситуация? Здесь опять-таки речь идет о том, конкретно о нашем хозяйстве, о нашей зоне. То есть мы ежегодно на протяжении многих лет испытываем все сорта, которые появляются, которые райнированы, которые появляются. Мы систему сортоиспытания, как и по зимой пшенице, так и по гороху, мы ведем ежегодно. То есть мы все новые появляющиеся сорта покупаем, сеем у себя и сравниваем. Масса многих, масса сортов, в том числе зарубежная селекция сейчас зашла. Но в условиях недостаточного увлажнения в большинстве случаев они не дают большей урожайности, чем сорта, которые мы сеем. Это семерка и софья. У нас два сорта. И пока менять мы ничего не собираемся в этом вопросе. Почему? Потому что сорта хорошие, но они очень дорогие. А у гороха вот эта составляющая часть, будем говорить, рентабельности, то есть стоимость семенного материала, часть затрат в этой культуре, она значительна из-за большой нормы высева. Теперь у меня вопрос по защите от заболеваний. Вы тоже говорили, насколько я поняла, не обязательно обрабатывать от заболеваний фубицидами и так далее. Это для всех сортов касается. Здесь речь идет о том, что все зависит от взаимодействия сорт-среда. То есть для нашей зоны это одно, для центральной черноземной зоны это другое. Ну вот, например, касательный вопрос протравливания семян. Скажем, центральная черноземная зона страдает от корневых гнилей гороха. То есть им выращивать горох без протравливания семян, ну, практически невозможно. В нашей зоне тот же самый, ну, грубо говоря, тот же самый горох будет чувствовать себя в этом отношении значительно лучше, то есть он не будет страдать от корневых гнилей. Нам протравливание не нужно, мы его не проводим. Ну, это просто из примера. Или, скажем, касательно листовых заболеваний. Там суверепствует ржавчина, аскохитоз. У нас этих заболеваний практически нет, они встречаются очень редко, но у нас есть пероноспороз. То есть для того, чтобы говорить, защищать или не защищать, нужно знать ситуацию, нужно проводить мониторинг растений и, конечно же, пользоваться районированными сортами, потому что сорта сейчас к этому делу как бы относятся спустя рукава. Раньше к этим вещам относились очень серьезно, в том числе и по этой причине. То есть для каждой зоны существуют свои сорта, которые устойчивы к тем болезням, которые характерны для этой зоны. Скажите, какие еще факторы влияют на урожайность, кроме сорта и, конечно, погоды? Это базис для гороха. Сильнее всего в нашей, опять же, я подчеркиваю, зоне, ну и, наверное, и везде, зависимость гороха от погоды. Это первое от климатических условий. Второе – это ошибки технологические, которые могут вплоть до того, что урожай гороха и уничтожить. То есть горох – культура более строгая в технологическом отношении, чем, скажем, азимая пшеница, которая прощает многие ошибки. Горох этих ошибок не прощает. Причем эту ошибку можно сделать на любом этапе, которая снижает урожайность значительно. А я знаю, к вам ездят, консультируются, как хозяйство, которое давно занимается горохом, начинающие специалисты. Наверное, вы об этих ошибках наслышаны. Вот какие самые частые, такие, знаете, банальные ошибки, которые допускают все и о которых стоит сразу знать и, собственно, предупредить их на корнюк? Ну, знаете, я не только наслышан об этих ошибках. Я их сам многократно совершал, так скажем, уже это шишки набиты не единожды, потому что без малого 30 лет уже я занимаюсь с горохом, вот как агроном я пришел в хозяйство. И до меня еще достаточно долгое время хозяйство горохом уже занималось. То есть у нас огромный опыт, десятилетие, десятилетие опыта работы с горохом с разными сортами, с разными технологиями, с разной техникой. Ну и, в общем-то, мы технологию этой культуры отшлифовали, будем говорить, от и до. Ну, опять же, для своей зоны. Какие ошибки самые распространенные? Ну, одна из самых распространенных ошибок по, скажем, технологии гороха в нашей зоне, это попытки ее интенсификации. То есть агрономы постоянно пытаются что-то, горох, чем-то накачать, то есть добавить или удобрений лишних, покормить его по листу, что-то с чем-то смешать. Иногда вот эти, но они в сумме дают значительно удорожание продукции, снижение рентабельности. Это раз. И два, зачастую необдуманные какие-то действия такого порядка, они приводят еще и к повреждениям растений гороха. Ну, так, например, я довольно часто привожу этот пример, смешивание, добавление в растворы гербицида гороха, каких-то еще других компонентов, которые могут горох покалечить, снизить значительно урожайность. Ну, это, как пример, и таких много. И следующий момент я могу назвать, ну, как бы тоже комплексы, это недооценка трогости гороха как культуры. То есть, еще раз скажу, горох ошибок, такие как пшеница, скажем, он не прощает. Ну, вот, наверное, и все. То есть, на любом этапе можно допустить ошибку, и ошибка может быть, ну, достаточно болезненной. То есть, это получается, лучше что-то не сделать, чем сделать лишнее по гороху. Правильно я понимаю? Ну, не совсем. Иногда что-то сделать лишнее, оно, скажем так, не принесет прибавки, но потянет за собой лишние затраты. Вот так, скорее всего. Потому что, помимо сложностей, у гороха есть и хорошие качества, такие как неприхотливость, способность к саморегуляции. То есть, эта культура достаточно неприхотливая, в частности, в вопросах питания, скажем так. Ну, и сама дает потом питание почве, да? И вот, собственно, последний вопрос. Вот вы давно, собственно, ваша агрофирма давно занимается горохом. Насколько это прибыльная, выгодная культура для вас? То есть, вот какую долю занимаетесь? Для нас это прибыльная. Вот уже много лет мы в структуре, ее отношение меняется, где-то она занимает порядка 10-12-15 процентов. Это уже на протяжении очень многих лет. Но для нас она еще и рентабельна, потому что мы ее сырьем не продаем. То есть, она бывает, конъюнктура бывает на рынке очень хорошая или высокая, бывает падение. Не всегда понятным причинам это можно объяснить. Но мы горох весь продаем либо крупой, либо семенами. Поэтому для нас ситуация более-менее стабильная. В общем-то, мы ее считаем достаточно рентабельной культурой, отказываться не собираемся. Ну и наращивание ее тоже не планируется, потому что имеются технологические причины на это. Я тоже рассказывал. То есть, ее повышать, грубо говоря, до бесконечности. То есть, имеется разумный предел в этом отношении. Чтобы убрать вовремя, да? Насколько я понимаю. Ну, в первую очередь, да. В основном, в основном из-за этого. Спасибо большое, Александр Ильич. Субтитры сделал DimaTorzok